В Игре Престолов не особо много персонажей с высокой моралью. Такие термины, как добро и зло, очень мало значат в раздираемом войной фантастическом мире Вестероса. Персонажи, которые кажутся благородными и благочестивыми, совершают в том числе и ужасные вещи, а подлые злодеи, если их можно так называть, иногда совершают добрые и честные поступки. Маргарет Тиррелл, которую сыграла Натали Дормер, имела много общего с другими героями сериала. Несмотря на то, что она всегда была жадна до власти, как и большинство персонажей Игры Престолов, она была доброй и понимающей, что довольно необычно по сравнению с другими членами королевской семьи Вестероса. Тем не менее, каждый способен на ужасное непростительное решение, и Маргарет – не исключение. Действительно, у нее была сюжетная арка, которая, по мнению многих зрителей, зашла слишком далеко даже в этом мире убийств, предательств и угнетения. Маргарет Тиррелл изначально должна была выйти замуж за жестокого и грубого Джоффри Баратеона, роль которого исполнил Джек Глисон. Однако после его убийства она вышла замуж за Томмина Баратеона, которого сыграл Дин Чарльз Чепмен. Томмин был намного добрее своего брата, но в то же время он был больше подвержен манипуляциям из-за своего юного возраста и наивности. Маргарет использовала это в своих интересах и эмоционально воздействовала на молодого короля, заставляя его делать все, что она хотела. Каждую сцену с этими персонажами было сложно смотреть. После того, как мать Томмина, Серсея убила Маргари, юный король покончил с собой, спрыгнув с башни. Понятно, что именно жадная до власти Серсея в первую очередь была ответственна за это, но весьма проблематичные отношения между Маргари и Томмином тоже повлияли на такой исход. Тот факт, что этот сюжет закончился столь трагически, показывает не только то, насколько реалистичной может быть временами Игра престолов, но также является ещё одним показателем мрачности и безжалостности сериала в контексте убийства персонажей. Так стоило ли оно того для Маргари? Девушка стала правительницей Семи Королевств, благодаря браку с Джоффри, а затем с Томмином, но это правление вышло довольно коротким. Она легко получила контроль над влюбленным в неё Томмином, однако не смогла противостоять манипуляциям Серсеи, из-за которых Святое Воинство арестовало её брата Лореса, а затем и саму Маргари. Томмин, не имевший достаточно знаний о мире политики и о том, как использовать свою власть, не мог спасти свою жену и справиться с эмоциями после её утраты. Томмина нянчила мать и оскорблял старший брат. Именно из-за этого он был так невинен и плохо подготовлен к роли короля, которым ему пришлось стать. И, по аналогии, поведение Маргари было сформировано теми, кто её вырастил. Самым влиятельным человеком в её жизни была Аллена Тиролл, бабушка Маргари и глава Дома Тиролов. Все мы знаем, насколько хитра была эта старуха. Она убила Джоффри на его собственной свадьбе и подставила Тириона, а всё для того, чтобы посадить внучку на трон. Это, в свою очередь, привело Маргари к браку с Томмином. Кто-то может возразить, что именно Аллена виновата в смерти Маргари, пускай и не преднамеренно. Но Аллена искренне любила свою внучку и сделала бы всё, чтобы защитить её. Смелые мечты Маргари были рождены под руководством Алленны. Девушка знала, как манипулировать людьми, особенно мужчинами, и получать от них желаемое. Её учили тому, что получить власть и контроль – это главная цель в жизни, независимо от цены, которую придётся за неё заплатить. Аллена это постоянно поощряла. Маргари, похоже, была и в самом деле хорошим человеком и заботилась о Томмине, но она всё же была слишком ослеплена влиянием своей семьи и придворной психологической войной. Маргари пыталась и манипулировать Томмином, и сохранять при этом его безопасность. Но собственные цели оставались для Маргари приоритетами, поэтому она использовала Томмина как пешку, ведущую его к ужасной судьбе. По сравнению с другими персонажами Игры Престолов, особенно Серсеей, Маргари кажется святой. Но вопрос остаётся открытым – можно ли считать её такой же плохой, как и всех остальных из-за смерти, которые привели её манипуляции? Или она тоже жертва? Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!